Лето – это маленькая жизнь, и прожитию надо интересно. В староскорских учреждениях культуры на весь период каникул разработана творческая образовательная программа. Каждый ребенок, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, сможет найти занятия по душе. 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны главной темой мастер-классов стал подвиг советских солдат. Продолжит Анастасия Конникова. 22 июня 1941 года солнце взошло в 4 часа 12 минут. Советские люди даже не подозревали о том, какое испытание ждет страну в ближайшие 4 года. Первому рассвету Великой Отечественной войны посвятили мастер-класс в Староскольском доме художника. Основа, тема сегодняшнего мастер-класса будет начало Великой Отечественной войны. Манеры исполнения свободны, а известная художница Дарья Ближенская лишь направляет и помогает советами. Она уверена, творчество не терпит ограничений. Василиса Гельфанова проникла с темой «Рокового утра». Её работа – целая история. Пару, которые наблюдают за рассветом, ещё даже не зная о том, что начнётся война. Потом они, скорее всего, пошли домой, им объявили войну. Девушка отправила своего молодого человека на водню. Члены Союза художников, именитые мастера-кисти, делятся своими знаниями и умениями совершенно бесплатно. Практически каждый день дети приходят на мастер-классы и занимаются в зависимости от погоды на улице или в помещении. Сегодня нам позволило погоду заниматься на улице. Темы мастер-классов постоянно меняются, разные дети приходят и получают определённое развитие. В летний период дом художника открыт для всех. Лето в Центре культурного развития «Горняк» не менее познавательное. Здесь организовали арт-пространство особые таланты. Дети с ОВЗ с удовольствием пробуют себя в различных творческих направлениях. Вот здесь маленький танк. Рисование песком – это, можно сказать, медитативный вид творчества. Работа с сыпучими материалами успокаивает и развивает мелкую моторику. На подсвеченных столах ребята под руководством Натальи Шевцовой рисовали танковое сражение. Мастер-класс сопровождался звуковой дорожкой. Великая естественная война, я считаю, что она великая, потому что погибло много жертв и большинство людей проявило отвагу на этой войне. Мой прадедушка воевал на ней. Он был в плену немцев и потом вышел оттуда. Его освободили. Я очень давно хотела это попробовать, тем более к такому вознаменательному дню это очень интересно, попробовать что-то новое. Я делаю это впервые, поэтому немного это сложновато, а так, в принципе, это очень интересно, увлекательно. Благодаря поддержке преподавателя с заданием удалось справиться даже с самым маленьким художником. Рисование песком – это все равно же стилизация, это упрощение, так скажем. Если, допустим, на листе, в альбоме дети рисуют сначала карандашом, потом раскрашивают красками или пастелью, то здесь песок. Здесь такая небольшая трудность в том, чтобы именно создать фон. В округе проживает 953 семьи, в которых воспитывают 972 ребенка с ОВЗ. В Горняке весь летний период для них будут работать шесть разных площадок. С такими детьми мы работаем уже не один год. Они приходят в Горняк уже многие как к себе домой, потому что мы с ними выигрываем президентские гранты, гранты фонда культурных инициатив. Мы разработали для них, в общем-то, такую большую, насыщенную программу. То есть каждый может найти себе занятие по душе, по интересам. Будет работать вокальная мастерская, театральная мастерская, мастерская по хореографии, по декоративно-прикладному творчеству. И, в общем-то, дети могут перемещаться с одного занятия на другое. Итогом вот этого всего отдыха станет мини-фестиваль, концерт, который будет называться «Особые таланты». Ознакомиться с расписанием мастер-классов и занятий можно на сайтах Управления культуры и на страницах социальных сетей учреждений. Анастасия Иконникова, Дмитрий Жиликов, Евгений Сазонов, 9 канал.